Если ты хочешь привлекать новых подписчиков в себе блог, хочешь, чтобы твои сторис отличались от других, но не знаешь, как это сделать, я тебе сегодня об этом расскажу и подниму твои просмотры в 2 или в 3 раза в сторис больше, чем были. Ну а пока ты не забыл, ссылочка на подписку внизу, ты можешь кликнуть. Ну что, а мы поехали! Я знаю, что вы, наверное, сейчас в шоке, потому что я отсутствовала, ну, очень долгое количество времени, у меня на это есть очень много причин, и самое веское из них, это то, что я создавала для вас курс Камасутра видеоблогера для тех людей, которые спрашивают меня, Виолетта, как ты не стесняешься просто вот так встать перед камерой и даже без сценария записать видео? Как ты ставишь свет? Как ты ставишь камеру? Как ты зарабатываешь в YouTube? Особенно, когда меня спрашивают про сценарий, я вхожу в какое-то легкое недоумение, потому что я его не пишу, я просто по опыту чувствую, что мне нужно сказать. Но когда я таким образом отвечаю людям, они мне говорят, Виолетта, как это по опыту, если у меня нет опыта? Именно для тех людей, которые не знают, как это делать, которые не могут вот так вот просто встать и заговорить с камерой, как я. Просили, вы ждали, я запускаю дистанционный курс обучения видеомонтажу, блогерству, всему-всему-всему-всему-всему. Оставайся до конца на этом видео, и в конце я тебе расскажу, как можно выиграть пакеты обучения. Первый, второй, третий будет много победителей, так что досмотри до конца и узнай все условия участия. Они будут очень простыми. Первый лайфхак. Если вы не знаете, где брать музыку для ваших сторис, для ваших видео, как ее скачивать из интернета, то сейчас я вам об этом расскажу. Вы наверняка видели, что блогеры спокойно пользуются музыкой, современные добавляют ее легко на сторис, и вы можете подумать, как они это делают. Есть несколько способов. Первый способ — это добавлять музыку через iTunes. Но вы сами понимаете, что это долго, нудно. Я говорю сейчас у тех людей, у которых есть iPhone. Если у вас не iPhone, а Android, скорее всего, вы можете передавать это все по Bluetooth. Но в iPhone немножко не так. На Telegram-канале есть очень крутой бот, и он называется VK Audio Bot. Здесь вы подсоединяетесь с помощью своего ВКонтакте. Вы нажимаете Start и нажимаете кнопку «Мои аудиозаписи». После этого вам нужно авторизоваться через ваш профиль ВКонтакте, и вуаля, теперь у вас появляется кнопка «Мои аудиозаписи». Вы нажимаете «Мои аудиозаписи» open — yes. Здесь вы можете скачать любую из ваших песен. Если вам нравится моя музыка из роликов, если вам нравится мой Instagram, кстати, подписывайтесь, не забывайте. Там я, конечно, онлайн каждый день. Я выкладываю сторис, пишу посты, там много всего интересного. Но если вы хотите узнать, где же моя музыка, откуда я ее беру, можете зайти на мой ВКонтакте, и у меня открытые аудиозаписи. Следите, фолловьте, добавляйте к себе. Очень крутые треки всегда у меня на странице есть. Что делаем дальше? Нажимаем на любой трек, нажимаем «Скачать». Он скачивается. Мы нажимаем «Готово». И вот внизу у нас уже, ну, появляется скачанный трек. Итак, а сейчас второй лайфхак. Второй лайфхак. Ну, хорошо, я скачала эту музыку, Виолетта, но как мне ее использовать? Хм, ну, все легко, все легко. Ну, конечно, до этого вы должны скачать приложение InShot. Приложение InShot — это, я думаю, знакомое для всех приложение. Если вы его не скачали, обязательно скачайте. Это самое лучшее, на мой взгляд, сейчас приложение для монтажа видео на телефоне. Я вообще на нем в основном монтирую все-все-все свои ролики для сторис и ни капельки не жалею. Если вы хотите увидеть на моем канале отдельное видео про эту программу, как я на ней монтирую, может быть, какие-то фишки, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк видео, я тогда пойму, что вам это интересно и постараюсь снять на эту тему. Вот наш трек, который мы скачали. Что с ним делать? В первую очередь мы его нажимаем на облачко и скачиваем как бы на телефон. Теперь мы нажимаем долго на этот трек. Нам нужно выбрать функцию More. More по-английски в переводе больше. У нас появляются четыре. Нам нужна третья. Мы нажимаем на третью и появляются приложения, в которых мы можем либо эту музыку открыть, либо ее туда добавить. Мы из тех вот этих, видите, штучек выбираем приложение InShot. То есть теперь мы, когда зайдем на наш проект, вот здесь выберем музыка и далее добавим музыку. На первую кнопку нажмем с ноткой. В общем, вот наша песенка. И вы можете уже ей спокойно пользоваться, добавляя ее на ваш проект. Был полезен лайфхак? Не знаю, что делать. Давай идем дальше. Раз уж мы с вами заговорили о ботах, я сразу скажу несколько ботов, которыми я пользуюсь также. Text for InstaBot. Все, что здесь нужно вам сделать, это вставить пост, который вам нужен. Вы, понятное дело, оставляете просто в заметках или где вы писали пост пробел. Ну, просто капсулк делаете, да. Если бы вы выложили просто так в Инстаграм, он бы не распознал пробел. Здесь я просто вставляю этот текст готовый и мне просто буквально за секунду отсылается второй вариант, уже готовый, который я могу скопировать, копий, и уже вставлять, и все будет с пробелами и красиво. Итак, следующий лайфхак. И это тот момент, когда вам нужно сохранить какой-то текст с чужого поста или какое-то видео. Вот у вас нету фотографии, вот, к примеру, к примеру, вот этой фотографии. Вы ее уже не можете нигде найти, вы давно фотографировались, а скрин с этой фотографией вы не хотите делать, потому что качество испортится. Что вы делаете? Вы нажимаете копировать ссылку и далее переходите в бот, который называется Save as Bot. И сюда вы скидываете ссылку на свой пост. Она отсылается в хорошем качестве, файлом, удобно, быстро и круто. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите, допустим, выложить всем привет, меня зовут Виолетта, и это моя рубрика «Вопросы на ответы». И вы хотите сразу эту сториз добавить в ваше актуальное. Вы зажимаете долго на ваших историях, вот сюда нажимаете, и у вас появляется окошко, где вы можете выбрать то актуальное, куда вам нужно это добавить. Вуаля! И вам не нужно делать лишних движений. Казалось бы, простое, но экономящее время. Также надеюсь, что вы знаете, что в Инстаграме появилась такая функция, как беспрерывные сториз. То есть вы можете говорить, и говорить, и говорить, и не париться. В принципе, считается, что эту фишку они взяли у Snapchat, но ничего страшного, какая разница, если это улучшает нашу, одну из любимых социальных сетей, то почему бы и нет? Вот я уже говорю вторую сториз, а запись до сих пор идет. Круто? Круто. Я лично довольна, потому что можно высказывать свои мнения, а не по 15 секунд записывать и думать. Так что, good. Ставим лайк этому лайфхаку. Если вы хотите увеличить свои просмотры на сториз, то ни для кого не секрет, что люди любят тыкать туда-обратно, туда-обратно, вам можно сделать сториз, на который будет отличие. На одной фотографии будет оригинал, а на второй фотографии будут уже какие-то дополнения. И вы можете сказать, допустим, тем людям, которые найдут, к примеру, все 10 отличий, я что-то сделаю. Вы можете сказать, 200 рублей отправлю. Человеку уже приятно будет, и он будет с большим энтузиазмом, мотивацией листать ваши сториз, что будет, соответственно, вам повышать охват, и, возможно, ваши сториз увидят больше людей. У меня обычно после таких сториз просмотра увеличиваются в 10 раз. Ну ладно, может быть, в 5. Это очень крутой результат. Итак, я думаю, многие знают, что на айфоне X есть очень крутая функция, как... Вот это я создала себя. Здесь вы можете создать свой аналог, так как вы хотите, можете хоть мальчиком быть, девочкой, такие... Ну что такое? Я Виолетта, подписывайтесь на мой канал и ставьте пальцы вверх. Руки нет, правда, но... Нет, мне нравится, как у нее волосы сидеться, она такая милашка. В общем, здесь вы знаете, как создавать, я надеюсь, да? Если что, вы просто нажимаете новый emoji, убираете, допустим, бешнушки себе, цвет кожи, давайте сделаем себя темно-кожей, да? И после этого мы что сделаем? Мы добавим прическу. Прическу мы сделаем... Ой, милая прическа, но мне больше всего нравится, если честно, вот эта. На мою больше похоже вот эта. Но можно выбрать любую. Вот, допустим, такую прическу выбираем, выбираем цвет волос. Нет, блондинка, это, конечно, не мое. Коричневое, допустим, форму головы можно... О, Господи. Господи. Я мальская девочка. Нет, могу массаж. Подбородок можно выбрать. В общем, все, что вам хочется. На этом лайфхаки заканчиваются. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно это видео. Если вы хотите больше видео на эту тему, то, пожалуйста, оставляйте об этом комментарии. Не забывайте участвовать в моем курсе Камасутра видеоблогера. Не забывайте скачивать бесплатный файл 7... 7 лайфхаков, как стать популярным на YouTube по ссылке внизу. Я вас всех безумно сильно люблю. И... До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok